Кто будет учиться в музыкальных или школах искусств бесплатно, а кто за половину цены? Сегодня Верховный Совет принял изменения в закон о дополнительном образовании. Четко приняты категории. Это категории многодетных семей, это дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети наших чернобыльцев, инвалидов, дети-инвалиды. И там четко прописано в законе, какие категории за 50%, какие 100% бесплатно. И мы приняли в окончательном чтении для того, чтобы возможность было оценить местным органам власти при утверждении бюджета уже разработки бюджетов на следующий год, четко знать, какие категории рассчитывать, сколько примерно детей в каждом муниципальном дополнительном организации образования занимаются. Сейчас бесплатно в школах искусств учатся дети-сироты, инвалиды из многодетных семей, дети-защитников Приднестровья, ликвидаторов Чернобыльской аварии и ветеранов войны в Афганистане. Половину стоимости за обучение оплачивают дети из неполных семей, те, кто получают пенсию по потере кормильца. Льгота в 50% распространяется и на семьи, в которых сразу двое детей посещают организации дополнительного образования. Законопроект приняли и отправили на подпись президенту. Еще один законопроект – пособие для родителей инвалидов детства первой и второй группы. Такую поддержку предлагают сохранить и после совершеннолетия ребенка-инвалида. Данным проектом предлагается, поскольку мы понимаем, что по достижении 18 лет проблемы остаются те же самые, то есть эти инвалиды нуждаются в уходе, в постоянной поддержке со стороны посторонних лиц. Предлагается после 18 лет этим лицам, которые приобретают уже статус людей, инвалидов с детства первой и второй группы, предоставлять социальную поддержку в виде компенсационной выплаты в размере старого МЗП. Пособие – 970 рублей в месяц. Предлагают дополнить и список тех, кто может рассчитывать на такую поддержку. Кроме родителей, опекуны и попечители детей-инвалидов. Верховный совет принял законопроект в первом чтении. На его реализацию потребуется около 12 миллионов рублей. По плану все вступит в силу с января 2023 года. Продолжение следует...